МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Сегодня будем говорить о том, необходим или нет Молдове статус президентской республики. И если да, то как его обрести? Но вначале скажу, что как следует из учебников права главным признаком президентской формы правления государством является избрание президента на всеобщих выборах. Таким образом, высшее должностное лицо государства получает мандат непосредственно от народа. Сегодня в Молдове всенародно избранный президент. Тем не менее, республика не обладает статусом президентской. Но, как показывают последние соцопросы, назрела необходимость перехода именно к президентской форме правления. Об этом и не только. Поговорим с нашим гостем, доктором права Сергеем Мишином. Здравствуйте! Добрый вечер! Компания по сбору подписей в поддержку перехода к президентской форме правления в нашей стране началась где-то месяца назад. И за это время активисты и сторонники партии социалистов, которая инициировала реализацию этой идеи, собрали порядка 300 тысяч уже подписей. И, насколько я знаю, до 2 февраля 2018 года социалисты обязались собрать не меньше миллиона подписей, миллиона граждан нашей страны в поддержку идеи перехода к президентской форме правления. Можно ли утверждать, что вот эта партийная инициатива обрела, будем говорить, такой народный отклик сегодня в Молдове? Вы знаете, я вам хочу сказать, что это не только партийная идея обрела народный отклик, это уже зреет в умах народа довольно давно. Просто, видно, партия социалистов сегодня почувствовала этот посыл из народа и пошла на то, чтобы это сделать. И слава богу, что они начали это делать и сегодня собирают и опрашивают народ. Народ давно хочет, чтобы в стране был порядок. И эта президентская форма правления на сегодняшний момент и поможет нам сделать тот порядок, который будет. Ну, давайте с вами посмотрим, что происходит на сегодняшний момент. У нас вообще не соблюдается 6-я статья Конституции, а именно разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. При нынешней форме правления уже непонятно какой. То есть даже парламент говорит, что они парламентская республика, там правительство говорит, что мы в углубле планеты всей и никак не могут определиться. Но все мы знаем и с вами видим, что у нас сегодня форма правления одна, демократическая партия. И больше формы правления никакой нет. То есть как демократическая партия захочет, так и будет. Далеко ходить не будем. Во вторник, пожалуйста, выступает пресс-секретарь демократической партии и объясняет всему народу, какой бюджет страны будет у нас. Не спросив ни правительства, ни парламент, никого. Заменяя законодательный орган и исполнительный в лице правительства. Заменяя все. Но как может пресс-секретарь партии рассказывать стране, по какому бюджету они могут жить? Это вообще нонсенс. Для чего тогда вам структура в виде правительства? Для чего вам структура в виде парламента? То есть президентская форма правления нам даст что? При президентской форме правления президент является не просто главой государства, как это сегодня, а он еще является и главой исполнительной власти. Он назначает правительство. Он несет за него ответственность. А парламент при этом может правительство убрать только одним путем. Выразить импичмент главе государства. Но ни в коем случае не менять правительство, не требовать, чтобы они отчитывались перед ним. Знаете, у нас сегодня народ уже хочет у кого-то спросить что-то. Не у 101 депутата, из которых 60%, где-то 60-70% шатаются. То есть в одной партии сегодня и в одной, завтра и в другую в третью. Миграция такого политического партийного характера. Вы знаете, это уже на миграцию не похоже. И давно это уже не миграция. Мне вот тут хорошо тепло. Низкая социальная ответственность. Был такой даже изобретен. Был, да. Но я бы сказал так, где теплее кресло, там и посижу. Это к этому и приходит. И сегодня теплее кресло возле демократической партии, поэтому она имеет большинство. Но она диктует все. Сегодня, то есть когда задумывалась наша конституция, республика Молдова, место и роль президента. Многие юристы спорили, то его относили к исполнительной власти, то его относили к законодательной власти, то вообще к судебной власти. Даже были такие юристы, которые относили. Они забывают одно. У разделения властей есть понятие сдержки и противовесы. Вот если брать чисто де юре, как прописано в Конституции, то есть институт президентства является теми сдержками и противовесами, чтобы ни одна из нормативных, законодательной власти, исполнительной власти судебной не налазили друг на друга. Однако, в последний год, что мы можем с вами наблюдать? Да мы наблюдаем, что президент превращается из сдержек противовесов благодаря не ветвям власти, а одной партии в ничто. Это вообще недопустимо. И об этом уже начали говорить европейские институты. Об этом говорит уже даже Соединенные Штаты Америки, которые не так вот прославляют, любят, лелеют. Ну, как главный стандарт демократии сегодня. Да, давайте начнем с того, что если вы так любите Соединенные Штаты Америки, главный стандарт демократии, так давайте сделаем так, как в Америке, президентскую форму управления. Вот кто первый был законодатель. Чего же вы не идете на это? Потому что они боятся, если при президентской форме управления, они понимают, что они потеряют власть, они потеряют контроль, а это невыгодно. И вот у нас сегодня что получилось? Что исполнительная власть не играет никакой роли. Есть одна законодательная власть в виде господина Канду, которая выходит и объявляет, чем будет заниматься парламент, правительство. А в случае, когда президент пытается сделать сдержки и противовесы, для того, чтобы это было правильно по закону, по конституции, как высшего закона, мы что делаем? Мы обращаемся в наш конституционный суд, который занимается интертрипацией. То есть не думайте, что я перепутал немножко термин, я именно говорю, как так и есть. То есть он занимается тем, что в угоду опять-таки той же демократической партии делает определенные вещи. Мы так никогда не выводим эту страну. Из любого кризиса, из любой ямы. И никогда сюда, к сожалению, не придут инвесторы, потому что они не понимают. То есть любой инвестор, который хочет зайти в Республику Молдова, он понимает, если ему нужно поменять законодательство, чтобы он был более защищен, он должен обратиться куда? В законодательную власть. Если он должен решать вопросы, там, земельную, поменять землю, назначение, еще какие-то вопросы, экономические, бюджетные, налогообразование, да. Он обращается куда? В исполнительную власть. А сегодня получается, что вот инвестор приходит, ему вот эти все вещи рассказывают, он не понимает, а куда мне вообще идти, а с кем мне вообще разговаривать? А получается, что разговаривать нужно только с одной партией. А это еще больше подозрительно. То есть вы понимаете, когда месяца полтора-два мы уже говорим о том, что происходит узурпация власти, так она не происходит. Она уже произошла. И мы это явно четко видим каждый божий день. Поменять можем только одно. И вот люди, которые на местах, они устали от этого. Они уже сегодня хотят пойти и поменять что-то в этой стране. А поменять они понимают, что есть сильная личность. Мы сейчас не говорим именно о фамилии. Мы говорим об институте президентства. Там может быть сильная личность, которая будет избрана народом. Обладать таким мандатом. Обладать этим мандатом. Что такое? У нас по конституции кто правит государство? Народ. Народ выдает мандаты депутатам и президенту. То есть два органа. Соответственно, депутаты должны взять на себя ответственность. В области законотворчества принимать нормальные нормативные акты, а не популистские. Что, кстати, делается сегодня опять очень много, лишь бы закрыть глаза. А второй мандат, который народ доверяет, он должен уже брать на себя функции исполнительной власти. То есть он должен назначить министров. Есть разные веяния президентской формы правления, где сам президент может, он же быть главой правительства, а может назначать от премьер-министра и далее. Суть в данном случае это уже юридическая техника. Но суть остается сутью. Он лично, избранный народом, несет за них ответственность. Если ему не нравится все правительство, он его выгоняет полностью. Если ему отдельные министры не нравятся, он их освобождает от ответственности. И он отвечает за этот шаг. Он приходит к избирателям и объясняет, извините, да, я в этом человеке ошибся, я его поменял, работа будет налажена и пойдет по-другому. А не так, как сегодня. Мы реформировали все правительство, и выходят представители Демпатии, говорят, ой, вы знаете, вот три года мы были у власти, мы были в альянсе, но наделали кучу ошибок, вот сейчас мы начнем их исправлять. Да, спросить низкого, альянс распался, вот сейчас будем формировать новую политическую силу. Но вот минуты назад вы сказали такое слово ответственность. Сегодня что мы наблюдаем? Мы наблюдаем некое такое состояние размытой ответственности. Не с точки зрения даже с кого спросить, а с точки зрения, кто спросит эту ответственность, кто потребует ответственность. Потому что сегодня непонятно. Смотрите, если говорить об институте сдержек и противовесов, то мне кажется, он напрочь отсутствует в сегодняшней молдавской политике. И мне кажется, что именно это является, наверное, одним из факторов, которые диктуют необходимость, ну не знаю, вернуться или формирование статуса Молдова как президентской республики, чтобы появился некий такой инструмент сдержек и противовесов. Ну, знаете, там, тротейский судья, либо человек, который, да, возьмет на себя ответственность в силу полномочий и в то же время возьмет на себя ответственность ну, разрешать конфликты политического характера внутри страны. И получать тот мандат доверия, который формирует и внешнюю политику в том числе. Ну, вот возникает справедливый вопрос. А почему сегодня так произошло, что спросить, ну, не то, что некого. В общем, создана такая ситуация, когда спросить вот за конкретный сейчас, украденный миллиард, например, за конкретные ситуации в экономике сегодня, за конкретные потери восточных рынков, спросить неского. Да, вот были какие-то подписаны документы, были сформированы какие-то коалиции, но конкретно никто не отвечает, не несет ответственность. А я вам скажу, спросить как раз есть кого. И эти люди просто сегодня находятся у власти. Эти люди находятся в правительстве, эти люди находятся в креслах депутатов. Они не боятся, потому что их большинство. В этом вся и суть. Большинство именно в парламенте. Конечно, потому что любой министр, вот где видано, да, сегодня по конституции парламент имеет право контроля над правительством. То есть имеет право вызвать любого министра для того, чтобы тот дал отчет по каким-либо вопросам. Ни в одной стране мира. Закодательная власть, она в принципе, если вы уж так кричите, что мы парламентская республика, то есть это глава республики, и вот вызывают министра, а он им пишет, извините, прийти не могу, я занят, уехал. Скажите мне, пожалуйста, как это возможно в нормальной демократической стране, чтобы министр, который обязан отчитаться, которого приглашают, не пришел? Во-первых, ведь речь не о публичных средствах, а об полномочиях, которые... Тут даже речь не о полномочиях. Его же предупредили не за час, не за два. Это идет целая процедура. Это пленарное заседание принимает. То есть то один депутат принимает решение, минимум за неделю, отсылается письмо о том, что он должен явиться, по каким вопросам, чтобы он имел время подготовиться. И говорят, да ничего страшного. И почему он не наказывается? Да потому что понятно, что сегодня та же оппозиция поднимет вопрос об его отстранении, и мы, кстати, не раз это видели, да, и что произойдет? А парламентское большинство просто даже этот вопрос не поставит на голосование. Они руки не поднимут. И они не чувствуют наказанности. То есть спросить есть кого. И спрашивать сегодня должны как раз мы, граждане, и мы, избиратели. Вот через год будут у нас выборы. Мы должны сто раз подумать, голосовать ли вот за эти альянсы, которые сегодня сидят в том парламенте. И качественно подходить к каждой кандидатуре, каждому списку. Понимаете, как у нас происходили до сих пор выборы? Есть список, да, там партии коммунистов, вот они напихали туда 103 человека, из которых 21 прошел. И что на сегодняшний момент 7 имеем? Где качество было тех людей, которые вы включали в списки? Кто ответственный за это? Кто ответственный за это? То есть вот начинается отсюда. За это никто не понес ответственности. А по логике вещей, однопартийцы должны были встать, которые на места созвать неочередной съезд, спросить у председателя партии, почему так произошло. И если бы он внятных ответов не дал, кто не давал этих людей. Да, если бы он внятных ответов не дал, его должны были сместить. Давайте так, если логично. Смотреть это должно произойти так. Это произошло сегодня? Нет. И мы этого не видим. То есть о чем это говорит? О том, что у нас идол какой-то есть, лидерство, и вот мы ему молимся, и все. Надо забывать уже немножко об этих идолах. Вот одни молятся на демократов и на их лидера, а кто-то молится на коммунистов. Не надо молиться. Надо конкретно смотреть, какие инициативы, что делают, как с людьми общаются. Это тоже немаловажно. Кто выезжает в районы, кто видит проблемы, кто пытается хотя бы эти проблемы решать, а не просто, знаете, на трибуне постоять, поговорить, а потом через пять минут забыть. Вот где у нас беда. И вот почему мы к ответственности. То есть и мы, гражданское общество, в принципе, и имеем единственное, кто право спросить этих людей, почему это не происходит, почему не решаются экономические проблемы. Нам все время рассказывают, что у нас поднялась экономика, чуть ли не завтра инвестиции пойдут, и все будет хорошо. А мы понимаем, какие инвестиции. Чего не пудрят людям мозги? Инвестиции в виде того, что дают кредит очередной от Евросоюза, который мы должны будем потом возвращать. Вот это инвестиции, они считают. Никто же об этом не говорит. И очень зря. То есть людям нужно открывать глаза, людям нужно объяснять сегодня, что происходит на самом деле. По уровню ВВП уже известно, что мы находимся в окружении стран Северной Африки. Да, по-моему, даже уже нежедавно. Глубже даже. Да, мы упали уже на такую яму, из которой выкарабкаться будет. Хотя на сегодняшний день возможно. Еще возможно. И мы должны просто проложить путь, засучить рукава и начать работать в этом направлении. И если мы сегодня это не сделаем, ну, сегодня я не имею в виду прямо сейчас, да, вот хотя бы в течение год-полтора-два, я не знаю, к чему придет эта страна. К сожалению. Ну, вот к предмету нашего сегодняшнего разговора. Чем, по сути, может стать, или чем, по сути, является президентская республика? В чем ее отличие от парламентской, от республики смешанного управления, парламентско-президентской? Вот президентская республика, что это? Давайте подробнее объясним зрителям. Да, знаете, я вот зрителям сразу... Есть плюсы и минусы. Может быть, есть у многих, мне кажется, есть определенного рода фобии, страха между... Да, я даже скажу, какие страхи есть и что будут преподносить те антисторонники президентской формы правления. Это что будет позиция диктатуры и тоталитаризма. Да, такое возможно. Этот страх существует в зависимости от того, кто будет у власти, какая кандидатура. Но мы не должны связывать это с личностью, которая находится в должности президента. Мы говорим сегодня об институте президентства. То есть, что такое президентская форма правления? Это больше ответственности. Вот это разделение властей, о котором мы с вами начали разговор, то есть статья 6 Конституции, будет работать очень четко и разграниченно. Ярким примером в данном случае является США, где президент США является шефом правительства. Он назначает всех министров. Он своими указами распределяет даже финансовые и бюджетные средства. У него это положено. Он не может распустить Конгресс Соединенных Штатов Америки. То есть, у него нет таких полномочий. Но при этом Конгресс не имеет права влияния на правительство. То есть, в данном случае, сегодня президента мы относим только как арбитра, как сдержки и противовесы между вот этими тремя ветвями власти, в том числе и судебной. А все-таки при президентской форме правления, он, как всенародно избранный человек, становится во главе одной ветви. Соответственно, он начинает полностью отвечать за эту ветвь власти. У него появляются более большие полномочия. И он может проводить реформы, те, которые непосредственно он давал в своих предвыборных обещаниях. Вот это самое главное. То есть, я когда иду на выборы, на роль президента, я даю какие-то предвыборные обещания. И у меня, если меня избрали, у меня есть возможность собрать команду, и мы начнем их исполнять. То есть, та часть населения, которая от меня будет этого ждать, она это получит. Вот в чем прелесть президентской формы. К сожалению, у нас парламентская форма правления не прижилась. По одной простой причине. Из-за того, что пошли вот эти политические игры, и из-за того, что одна партия решила занять все удобные медовые места. Вот. И выход из этой ситуации только один. Мы должны вернуться в президентской форме. Мы должны прийти к ней. В 99-м году господин Лучинский, будучи президентом, даже провел референдум. И мы с вами знаем, что на тот момент 57% высказалось за президентскую форму правления. Я не думаю, что вот за эти года что-то изменилось у населения в голове. И они тоже хотят видеть сильного президента, который приходит, им обещает, в предвыборной кампании, и будет иметь возможность потом эти обещания исполнять. А если он не выполнит, он должен будет ответить. Сегодня, к сожалению, при нынешней ситуации, у президента трудно, а я бы даже сказал, невозможно спросить, почему он не исполнил. Невозможно сегодня спросить. Ограниченные полномочия? Это и ограниченные полномочия. Это и то, что не ограниченные полномочия, это полбеды. А то, что ему даже теми полномочиями, которые у него есть, не дают пользоваться, это вторая часть, которая намного хуже, чем первая. Поэтому идея о сборе подписей, это на сегодняшний момент правильная идея. Почему? Потому что мы должны с вами понимать, что сегодня нынешнее большинство в парламенте, ну давайте не будем лукавить, это Демпартия, она никогда в жизни не пойдет на президентскую форму правления. Потому что она понимает, что те погрешности, те кредиты, которые сегодня они получают, и часть из которых они получают, не просто в прямую для развития государства, а на свои личные и не очень личные нужды, у них эта кормушка отойдет. Мне кажется, им даже некого предложить в качестве такого национального лидера, который мог бы получить мандат доверия в виде голосов избирателей. Вы знаете, как, такую кандидатуру можно всегда найти, из нее сделать идола. Попытки были, но мне кажется... В чем прелесть сегодняшней команды президента? В том, что помимо кандидатуры есть и команда, которая может взять на себя ответственность и профессионально подойти к делу и начать делать на благо людей. Вот в чем самое главное. То есть не будет у них такого, что мы годик поработаем, нас ночью в 23.00 назначат, мы годик поработаем, а потом скажем, извините, мы тут ошиблись, мы тут ошиблись, там оптимизацию школы мы зря делали, здесь мы тут зря делали, здесь мы зря делали. Вот министр юстиции, когда не получит 28 миллионов леи, Евросоюз скажет, ой, оказывается, да, мы же тут ошибку делали, мы тут недореформируем. Вот сейчас мы будем, начинаем работать над ошибками. Ребята, а что вы год делали? А где вы были год? Почему вы не работали над этим? Так вот, нужна команда. Помимо человека, один человек в поле не воин, в государственной структуре, у него должна быть команда. Вот сегодня та команда, которая работает, она уже показала, за месяц, извините, собрать 300 тысяч подписей за президентскую форму правления без агитаций, без разъяснений, без ничего, это дорого стоит. Это немалый показатель. Когда кое-кто за одномандатную систему собирал подписи, имея полный административный ресурс, они за месяц и 100 тысяч не собрали. Мне кажется, избиратели видят разницу между командой, например, демократической партии и командой партии социалистов. Смотрите, даже команда демократической партии, в том виде, в котором она сегодня существует в парламенте, она образовалась не на основе голосов избирателей. Она сформировалась несколько иными способами, назовем это так, миграцией депутатов с низкой социальной ответственностью. И в в портфолио партии социалистов несколько, опять же, иное. Нет истории с всякими европейскими кредитами, нет истории с коррупционным оттенком, мягко говоря, если уже не говорить. Да нет истории с миллиардом. Да нет истории с миллиардом, это главный вопрос. И в этой ситуации, наверное, это и есть вот тот тот главный мотив, который позволяет рассчитывать на то, что вот этот миллион подписей будет собран. Я думаю, у них помимо этого есть еще один мотив. У них один мотив, что люди устали от этого правления. Люди устали от вот этой лжи. Люди устали от того, что их кормят завтраками, что завтра все будет хорошо, что мы все поднимем, ой, извините, мы ошиблись, ой, еще что-то. Люди от этого устали. Люди на местах уже устали от этих всех политических игр, видя мы бойкотируем это, мы боремся с олигархическим режимом, мы против Плохотнюка, при этом мы бойкотируем все выборы и все хорошие идеи. Мы там не поддерживаем инициативу, мы хотим навести порядок в стране, а на самом деле что происходит? Вы посмотрите, а кто этот бардак развел? Майя Сандук громче всех кричит сегодня, что она собирается бороться с господином Плохотнюком. А извините, тогда у меня вопрос, а почему она голосовала за спикера парламента, будучи депутатом? А почему она попала в министры и голосовала за подписание документа, чтобы миллиард ушел из страны? А не в альянсе ли с Плохотнюком это все было? Так а с какой олигархией вы боретесь? О чем речь? Зачем вот эти вот показушничества? И люди ж не дураки. У нас граждане очень умные и образованные люди. За время независимости, сколько мы существуем, они уже научились распознавать, кто лживый политик, а кто реальный. Поэтому они не верят уже ни Маэссанду, ни Настасе и ни иным политикам, которые кричат и лозунгами работают. Поэтому они идут за ту партию, которой они все-таки доверяют. Ведь по последним соцопросам, посмотрите, 52% — это немаленький показатель, сегодня доверяет партия социалистов. Если мы возьмем 52% от общего числа избирателей, так мы с вами найдем, что это где-то около миллиона граждан. На сегодняшний момент. Конечно, они не будут разочарованы в этой партии, потому что пока на сегодня эта партия не сделала ни одного плохого шага. Да, она еще не до конца сделала хорошие шаги. Почему? Да по одной простой причине. Вы посмотрите, когда партия социалистов предлагает какие-то социальные законопроекты, их даже не ставят на голосование. Их даже не принимают к рассмотрению. А потом, через две недели, у демократов появляется почти такая же инициатива, только пока... Но есть одна беда. Вот тут работала команда, которая знает идею, как это воплотить, а эти увидели только бумагу. И они бумагу перекопировали, а вот как это сделать, не знают. И вот где беда. Вот почему ничего не срабатывает. Так может быть вы наоборот, если вы видите, что это социальный проект, что это поможет людям, это поможет гражданам. Ну возьмите и проголосуйте его. Разве это плохо? Ну в данном случае, ведь понимаете, что инициатива перетягивания на себя, она ведь привлекает, ну как кажется, наверное, тем, кто инициирует вот это вот перетягивание одеяла, но на их взгляд, опять же скажу, должна как бы привести к симпатии избирателей в адрес этой политической силы. То есть вот смотрите, все-таки демократы это организовали, все-таки демократы повысили там надбавку пенсии. Я вам расскажу как раз по надбавке пенсии. Очень красиво, да, социалисты пришли с одним законопроектом по поводу индексации пенсии. Демократы это увидели, конечно, заблокировали сразу, нет, и через две недели появился их законопроект. Они приняли его, но они не учли одной вещи. И получилось, что индексация всем пенсионерам, которые вышли на пенсию после 2000 года, после 2009, извините. И вот люди сидят и спрашивают, хорошо, но те, кто вышли после 2009, чем лучше, чем я, который вышел до. В 2008, например. Нет, до, неважно, в 2000, в 2005, в 2008. Чем они лучше? Почему только им индексируют? А знаете почему? Вот, слава богу, они не успели, да, увидеть весь законопроект социалистов, где предусматривался поэтапно одним с 2000 по 2009, с 2009 и выше. Они увидели только верхнюю часть законопроекта. Как бы людям сделали хорошо. Слепо скопировали. Слепо скопировали. Как бы людям сделали хорошо и начали большой пиар, но наткнулись на то, что они опростоволосились. Вот нельзя слепо копировать. Вот если вы видите хорошую инициативу, ее нужно пропускать, а не прозаниматься самодовольным пиаром. И все же президентская форма правления. Что она может принести стране в сегодняшней Молдове? Чем она может оказаться в, ну, не просто, ну, как бы, может быть, выровнять распределение полномочий, а может быть, несколько иное даже. Я вам скажу, на сегодняшний момент, если мы переходим к президентской форме правления, мы получим три основных фактора. Первый фактор, мы получим порядок. Порядок именно во взаимоотношении между ветвями власти. Не будет того бардака. У нас увеличится ответственность государственных чиновников за поставленные цели. И если эти два фактора сработают, у нас появится третий фактор. Третий фактор, это наконец-то пойдут сюда инвестиции, наконец-то начнут работать предприятия, и нашим гражданам не надо будет уезжать из страны, и появится возможность трудоустроиться на территории Республики Молдова. Вот основных три фактора, которые даст президентская форма правления. И самое главное, что нам не надо будет приходить и искать 101 депутат, в какой он партии, где он находится, и что. А у нас будет один человек, к которому мы можем прийти, и спроси, вы нам обещали это, почему не исполнено, почему это еще хорошо, потому что если мы приходим у одного человека и говорим, вот есть эта проблема, вы обещали ее исправить, она неисправлена, он тут же ее воспринимает, знает, кто отвечает, и спрашивает, почему ты не работаешь в этом направлении. то есть у него есть прямая связь с исполнителем, и он тут же может спросить и тут же исправить эту ситуацию. Понятно, один человек не может уследить за всем, но когда мы ему будем, вот здесь проблема не решается, здесь проблема не решается, он точечно будет знать, кому обратиться и кому дать, нагоняй, напомнить, не важно что, но как сработать. Когда их сидит 101, ты придешь к одному, а он даже не знает, кто этим занимается. Вы сами понимаете, качества оказания полезности для граждан нет, поэтому президентская форма управления и повысит качество заботы о гражданах Республики Молдова. И это самый главный фактор. Ну, знаете, оппоненты вот этой идеи, как правило, все равно будут говорить о том, что с коррупцией только лишь посредством Президентской Республики бороться довольно сложно. А у нас сегодня мы, наверное, в топе вот таких стран, захваченных коррупционерами. И вот что бы вы ответили, например, оппонентам, которые говорят о коррупции. Наоборот, здесь как раз концентрируется власть в одних руках, а таким образом получается доступ к коррупционным схемам. Ну, не самого политика, а наоборот, у этих коррупционеров есть возможность посредством этого политика дальше реализовывать свои коррупционные интересы. Вы знаете, вот как раз сегодня реализовывать коррупционные интересы намного проще, потому что никто не несет никакой ответственности, потому что те, кто сидит в парламенте, посылают туда запрос, да, вот у вас там весь факт коррупции, все, и просто отвечают, ребят, все у нас в порядке, вы занимаетесь своими делами, будем заниматься своими делами. Никто сегодня не может прийти, ну, кто может прийти у Филиппа спросить, есть у него коррупционная схема или нет? Никто. Никто. Даже тот же депутат парламента, имея право обратиться к нему с запросом, получит отписку. Если же есть человек, президент, и под ним есть структуры, вы же понимаете, это же, я почему говорю, что помимо личности у него должна быть и команда, есть структуры, конечно, есть структуры, которые следят за этим, следят за этим, есть полиция, есть тот же центр по борьбе с коррупцией и так далее. Он сегодня, вот центр по борьбе с коррупцией, сколько уже месяц мы не имеем там директора и замдиректора? Это нормальное явление? Мы хотим бороться с коррупцией, где уже месяц даже кандидатуры не знаем, кто... В какой-то момент эта должность стала политической? Да, но конкурс объявлен еще месяц назад и мы не знаем даже, кто претендует на этот конкурс. Это нормальное явление, это мы боремся с коррупцией, там даже начальства нету. То есть, что этот центр делает? Что хочет? Кто его контролирует? Никто, потому что он находится под властью парламента. О чем мы говорим? Вот, вот мы к с вами и пришли, а если бы это был президент и была бы президентская форма правления и закончился бы мандат у директора Центра по борьбе с коррупцией, он бы завтра уже назначил следующего человека, который продолжил руководить этим ведомством. Вот в чем разница. А тут мы месяц гуляем и поверьте мне, еще месяца не будет кандидатуры. Гуляем не только мы, наверное, гуляет по стороне и коррупции, чувствуя безнаказанности, без присмотрасти. Если нет, то начальство. Знаете, как может 40 человек отдыхнуть на одну путевку? Скинуться начальнику. А тут еще лучше ситуация. Тут его просто не случилось. У этого закончился мандат, зам написала заявление, ушла, а нового никто и не собирается назначать. Что мы делаем? Мы просто гуляем. Мы гуляем и делаем, что хотим. Вот. Вот где кроется беда. Вот почему у нас коррупция. Потому что никто ничем не занимается, никто ни за чем не следит. При президентской форме правления это исключено. Потому что президент знает, что он будет отвечать перед гражданами, которые его избрали. Он не будет гулять месяц и ждать, пока наступит срок или пока петук прокукарекает. Что делают наши политики сегодня? Сергей, хотелось бы получить какой-то юридической оценки от вас относительно того, ну, может, даже не столько юридической, сколько вот такое вот общеполитическое, может быть, или в принципе оценки относительно идеи другого референдума, о котором сегодня говорят. Так называемого референдума по отмене смешанной избирательной системы, которого поддержали помянутой нами с вами в ходе беседы политики некоторой. И на ваш взгляд, какова цель вот этого референдума, о котором сегодня заговорили, о том, что вот необходим референдум, чтобы изменить, опять же, избирательную систему? Это, я назову вот такой термин, политический популизм. То есть запрос есть на такую идею? Не то, что есть запрос. Значит, две умирающие партии в виде нашей партии и партии коммунистов, объявили о том, что они будут проводить референдум по отмене смешанной системы. Вводят граждан опять в заблуждение. Я понимаю, что они сейчас побегут там по республике, будут рассказывать, вот что все плохо, смотрите, какой плохой президент и партия социалистов, а демократы еще хуже. Но они об этом уже кричат года полтора-два. Но чисто с юридической точки зрения, чтобы нашим гражданам было понятно, я по срокам просто расскажу, а выводы пусть сделают граждане, нужен этот референдум и состоится ли он. Для того, чтобы состоялся данный референдум, им надо собрать 360 тысяч подписей. Не 200, как они думают и заявляют, а 360, потому что 200 тысяч было написано в законе не менее 200, но когда тот закон был, это расчет был из уездов. Дальше в законе прописано 20 тысяч из не менее чем половины район, административно-территориальных единиц государства второго уровня. То есть, исходя из того, сколько у нас районов, умножить на 20 тысяч половина, это 360. Но начнем с самого начала. Первое, им нужно провести общее собрание из 300 тысяч жителей, которые примут резолюцию о том, что они готовы проводить данный референдум. Создать инициативную группу минимума 100 человек. После этого, когда они оформят все протоколы, подать в Центр избирком. Вы знаете, при условии, кому подчиняется сегодня Центр избирком, я не уверен, что его зарегистрируют, но допустим, регистрируют данный референдум. Я иду по хорошему варианту. То есть, у Центра избиркома есть 15 дней для того, чтобы они рассмотрели и зарегистрировали. Потом дается минимум 2, максимум 3 месяца, чтобы собрать 360 тысяч подписей. Они их собирают, передают в Центр избирком. У Центра избиркома есть 15 дней для того, чтобы их проверить и сказать, все ли в порядке. То есть, если мы с вами так приблизительно почитаем, это где-то 4-5 месяцев. Мы уже с вами вот так насчитали. Плюс, Центр избиркома должен передать это все в парламент. И у парламента есть полгода для того, чтобы назначить дату референдума. То есть, если мы с вами посчитаем, прибавим арифметически, это сентябрь месяц. А в законе написано, что никакого рода референдумы нельзя проводить за 60 дней до общенациональных выборов. У нас парламентские выборы в следующем году. Отлично. Или с ними же в тот же день. То есть, получается, что вот при таком раскладе, который я вам рассказал, референдум может быть в один день с парламентскими выборами по смешанной системе. Вот это первый момент. То есть, понятно уже, то есть, вы понимаете, да, то есть, граждане должны понять, что это чисто популистская идея, ни к чему не приведет. Я не говорю, что уже деньги будут потрачены на этот референдум. Ладно. Но есть второй момент. А вы какой референдум хотите проводить? Консультативный или законодательный? Потому что, если консультативный, потом нужна еще плюс к этому всему, что я рассказал, передать в парламент после референдума. И парламент должен рассмотреть, разработать законопроект и принять, что опять-таки, мы не успеваем по времени. А если законодательный, то в любом случае должна быть разработана законодательная инициатива и пройти определенные этапы. Опять мы по срокам не успеваем за год это все сделать. То есть, к чему этот призыв? Им просто нужно, у них очень низкие рейтинги. Они сегодня понимают, что партийно ни одна, ни вторая партия не попадает в парламент Республики Молдова. Попасть могут несколько кандидатур по одномандатным, кстати, округам, что по логике вещей и одной, и второй партии. Наверное, это могло бы их и устроить, почему тогда пчелы против меда. Нет, они не против меда. Им надо, чтобы про них этот год помнили. Вот сегодня они сейчас пошумят два-три месяца про это. Завтра они, вот как ЛДПМ придумала с этим румынским языком, и про нее все говорят, хают и так далее, но она же на слуху. Вот надо теперь, чтобы про эти две партии они были на слуху, потому что на сегодняшний момент одна партия, про нее практически все забывают, потому что она ничего не делает, а вторая партия только трансляции по скайпу смотрим, как хорошо живется и как мы победим элигархический режим. И тоже ничего не происходит. То есть надо себе напомнить. Как можно напомнить, ага, вот появилась идея, видать, какой-то политтехнолог извне или изнутри подсказал, слушайте, а давайте мы пустим такую вот фишечку, вот этот референдум против смешанной системы. Пощекочем нервы, граждан там подергаем, есть же часть, которая не согласна. Вот с ними поработаем, и это про нас будут помнить. Вот чем они занимаются. Это чисто политически. И мы с вами пять минут нашего времени уделили этой теме, получается. Зато я надеюсь, граждане усвоят, что не нужно поддаваться на вот эти политические игры, тем более пустышки. Не нужно вообще обращать внимание на такого рода заявления и такого рода инициативы. У нас осталась буквально минута, но вот хотелось бы завершить нашу программу ответом на такой вопрос. Если вернуться опять к теме, главной теме нашей встречи о президентской республике, всегда возникает вопрос. Вот примеры удачной реализации идеи президентской республики сегодня в мире. Ну, первая самая такая большая это Соединенные Штаты Америки, то есть это законодатели президентской формы управления. Ну, я могу привести такие, как Белоруссия, Казахстан, Франция. И таких примеров довольно много, где президентская форма управления именно показывает ту прелесть, где народ живет хорошо, страны развивающиеся и экономически не падают, а люди, наоборот, живут в этой стране, работают и развиваются. Вот даже эти, если страны посмотреть, которые я назвал, ну, давайте так, Америка это одна из самых мощных стран мира, почему бы нам, как наши все антиподы партии социалистов стремятся, давайте полностью соответствовать своему идеалу. Да, давайте соответствовать вашему идеалу. Перейдите и помогите. Кстати, по Франции есть хороший пример, почему? Потому что буквально недавно Евростат опубликовал такие данные, что Франция теперь четвертая экономика в мире, а на этом месте буквально недавно была Великобритания. Великобритания скатилась уже ниже. Ну вот, пожалуйста, это яркий пример данной формы управления. Сергей, спасибо вам за этот разговор. Надеюсь, что мы неоднократно еще вернемся к теме обсуждения и самой идеи перехода к президентской форме управления нашей страны. и надеемся, что оппонентов эта тема подвигнет на то, чтобы мы смогли с вами даже более острее на эту тему поговорить. Почему? Потому что ведь наверняка есть вопросы, которые будут провоцировать беседы. Например, не ходите, не голосуйте, не поддерживайте этот референдум. Это 100% будет. И это нам даст возможность еще раз высказаться, еще, может быть, более детально ответить на те иные вопросы, которые будут возникать по ходу формирования, по ходу подготовки этого референдума. Будем встречаться. Спасибо. И вам спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор Права Сергей Мишин. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова